Откроем наши Библии, если вы взяли их сегодня с собой. Евангелие от Луки, 5 глава, с 27 текста. Евангелие от Луки, 5 глава, с 27 текста. «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за Мною. И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его, зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? И Иисус же сказал им в ответ, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Здесь сидят очень много водителей, люди, которые имеют драйвер-лайсенс. Могу я вас спросить, почему одни люди ездят всю жизнь, и у них не случается ни одной аварии, а у некоторых так не бывает? Почему одни люди попадают в аварию, а другие нет? Что эти сделали неправильно? Ну вот он ехал по спид-лимиту, вот он был пристегнут ремнем, он остановился на столб, и случилась авария. Что этот водитель сделал неправильно? Друзья, он все сделал правильно. Но почему он попал в аварию? Некоторые люди, например, мы сегодня с вами, живы, и Бог нам дал здоровье, мы говорим, да, здоровы. Некоторые люди болеют. Скажите, пожалуйста, те люди, которые болеют, что они сделали неправильно? Они грешнее нас. Может, они не мыли руки? С мылом 20 секунд? Может, они ходили без маски? Может, они на соседней лавке, они через лавку сидели? Почему некоторые люди остаются здоровы, а некоторые люди болеют? Что они сделали неправильно? Что они заболели? Поэтому мы должны очень четко понимать, друзья, что если мы здоровы сегодня, то мы здоровы по Божьей милости. Аминь? Аминь. Если ты как водитель ездишь за рулем автомобиля, и все делаешь правильно, и не попал в аварию за свою жизнь ни одного раза, то это лишь только не потому, что ты такой опытный, не потому, что ты профессионал, не потому, что ты делал все правильно. Но это нужно было делать. Но потому, что по Божьей милости ты был им храним. Если Бог допускает определенные вещи в жизни людей, нас, меня, вас, их, то Бог ошибок не делает. Бог не ошибается. И если Он допускает определенные испытания в жизни человека, это безошибочно. Это допускаемая воля Божия в жизни человека, тем более христианина. Поэтому благодарите за то, что живы. Благодарите за то, что здоровы. Благодарите за то, что есть хлеб на столе. И, как я говорил, было чем заплатить за билы и все остальное. Благодарите Господа, что Его милость каждое утро обновляется к нам. И благодаря этой милости мы живем. Когда у проповедника не будет никогда никаких проблем, я вам скажу, когда этот проповедник не будет проповедовать на актуальные темы сегодняшнего дня. Проповедь на нейтральные темы. Она оберегает его от проблем. И любой человек, пастырь он, благовестник он, диакон, проповедник, когда он будет проповедовать Библию, но он будет проповедовать нейтральные темы, он будет брать любую библейскую историю, красиво будет хорошо ее пересказывать, и не касаясь сегодняшнего дня, не касаясь обстановки этого мира, он никогда не будет иметь проблем. Но как только ты открыто, безбоязненно отзвучишь позицию Писания, как только ты открыто озвучишь, что на этой позиции Писания ты стоишь, ты немедленно становишься объектом нападок, ты немедленно становишься объектом критики, более того, в сегодняшнем мире ты становишься объектом угроз. Почему? Потому что ты пытался не только заявить о своей вере, но ты пытался поступить так, как тебе эта вера предписывает. Ты пытался веру свою не на словах, а на практике проявить. И это выбор. Братья и сестры, это выбор. Есть выбор просидеть всю жизнь вот так, тихо, в тени, не задевая острых углов никаких, ни тем, ни троить никаких, и так тихонько доплыть до вечности. Всем хорош. Всеми любим. Это одна сторона. Но вторая сторона, друзья, как только Божий человек начинает открыто говорить о том, что происходит сегодня с позиции Писания, он берет на себя некое дерзновение перед Богом и смелость от Бога. Что делать? Заграждать рты, написано, невежеству безумных людей, те, которые являются противниками Евангелия. Итак, в прошлый раз, если кто помнит, о чем мы рассуждали в прошлый раз, мы говорили о том, что произошло с человеком по имени Левий, который встречал Христа в своей жизни, и которого Иисус позвал идти за собой. Мы говорили в прошлый раз с вами о том, что чтобы пойти за Иисусом Христом, это тоже выбор. И некоторые условия ставит Христос человеку, который хочет идти за Ним. И это мы читали с вами в 16 главе Евангелия от Матфея. «Если кто хочет идти за Мной». Здесь нет никакого принуждения. Здесь нет никакого насилия. Здесь есть решение доброй воли. «Если кто хочет идти за Мной». Я спрашивал, заставил ли кто тебя пойти за Христом? Принудил ли тебя кто-то в жизни твоей сделать? Или это был добровольный шаг? Добровольное решение. То же самое, женился ли ты потому, что тебя заставили? Потому что в мешке привезли, сказали, вот она. Или ты хотел этого? И ты понимал, что тебя ждет? И ты рисовал себе картину твоей жизни с твоей будущей возлюбленной? Человек, который становится на путь следования за Христом, он должен сразу, четко нарисовать картину того, что его ожидает на этом пути. И мы говорили, что есть условия. Этих условий было у нас пять. И Иисус озвучивает эти условия. Он говорит, первое, отвергни себя. Поменяй хозяина в твоем сердце. И место Христу дай. Следующий момент был. Возьми твой крест. И этот крест начинается с самой первой секунды принятого тобой решения пойти за Христом. И Он будет сопровождать тебя через всю твою жизнь. Мы будем сегодня об этом говорить. Третий момент. Это послушание, которое должно быть у человека. Когда Иисус призывает Левия, Он встает и идет за Христом. Это послушание. Это то, что так близко детям, взрослым, каждый день в семье. Это то, что так близко работникам и начальникам, каждый день на работе. Это то, что близко нам каждый день, друзья. Оно наше или не наше. Послушание. Это так дорого Христу. Потому что Он был таким послушным Своему Отцу до смерти на кресте. Четвертый момент, о котором мы говорили, это было доверие. Если у тебя нет доверия Христу о том, что в ситуации под контролем у Него, то ты не можешь пойти за Ним. Иначе недоверие, друзья, будет сопровождать тебя всю твою жизнь. Оно будет с каким-то таким, знаете, подозрениями, с каким-то таким лукавством, с какой-то неуверенностью всегда будет соседствовать. Недоверие. Но положиться на Христа, зная, что Он контролирует ситуацию, зная, что Он контролирует твою жизнь. Те потери, которые у тебя происходят, те болезни, которые тебя посещают, искушения, которые приходят в твою жизнь, зная, что Иисус контролирует все это. Как нам хочется часто взять все в свои руки. Как нам часто хочется взять все в свои руки и управлять самим. Но мы должны понять, что Христос управляет. нашей жизни, если Он живет в нас, если Он хозяин Господин. И последний момент, мы говорили, пятый очень важный пункт – это преданность Господу, посвящение наше Господу, наша верность Господу, и при том до конца. Поэтому следование за Иисусом Христом, братья и сестры, оно очень условно, очень условно. И Иисус говорит, если вы любите Меня, что сделаете? Соблюдите Мои заповеди. Это условие. Это условие, чтобы ты был плодоносным для Христа. Это условие для того, чтобы радость Божия наполняла твое сердце. Если любишь Иисуса, если любишь папу и маму, слушай за их. Делай то, что они тебе говорят. Если любишь, Иисус говорит, исполни то, что Я оставил тебе на этой земле, Мои заповеди. Поэтому это выполнимо. И Он сказал, что эти заповеди, они не тяжкие. Если мы это будем делать, то это то, что будет определять нас, как учеников Иисуса Христа. Если кто хочет идти за Мной, за кем? Я Учитель, Христос. Все вы за Мной идете, вы Мои ученики. Если ты хочешь идти за Мной, следовать за Мной, идти след, след по Моим следам, делай то, что Я говорю. Все наши проблемы от того, что мы не делаем то, что Бог говорит. А это называется своеволие. Когда мы живем параллельной жизнью с Богом. У Него своя жизнь, а у меня своя жизнь. И я живу каждый день без Него. Да, где-то Он есть, там мелькнет в моем сознании. Где-то я там вспомню, что надо иногда Библию открыть. Может быть, там на колени встать или не встать, помолиться, что... Но я решаю свою жизнь, я живу. Я живу просто себе, решаю свою жизнь, живу по плоти, живу, как хочу. А Бог где-то есть. Друзья, послушание и доверие, посвященность, это неразрывный контакт и общение из жизни со Христом. И поэтому тот, кто решил пойти за Христом, это выражено будет в послушании Его воли, Его заповедям. И это выражение моей любви к Богу. Мы говорили о том, что нужно за Иисусом следовать всегда, нужно за Иисусом следовать везде и нужно следовать за Христом до конца. Сегодня я хочу продолжить эту мысль. я сегодня хочу говорить, друзья, о цене следования за Христом. Что тебе или мне может это стоить? Все в этом мире имеет цену. Абсолютно все. И не помню, вроде бы кто-то рассказывал эту историю, когда Виталий и дедушке, старому дедушке предоставили счет за то, что там его несколько дней, или я не знаю сколько времени его держали в госпитале, подключили его к аппарату вентиляции легких и добавляли ему, так сказать, кислород в его организм, которого не хватало этому дедушке. И когда этот дедушка выжив, получил чек, он заплакал. Он заплакал. Его спросили, почему ты, старик, плачешь? У тебя нечем заплатить? Он говорит, вопрос не в цене или не в том, что есть или нечем заплатить. Я думаю сегодня о том, сколько же я должен Богу, который позволил мне до самой глубокой старости бесплатно дышать его воздухом. Люди сегодня кислород продают. Поэтому я говорю, что сегодня все имеет свою цену. Если бы они могли бы солнечные лучи в кулечек запаковать, они бы и сегодня на Амазоне это уже продавали, расфасовали. Солнечное тепло и все другое. Люди пытаются на всем сделать, мы говорим, бабки. Бизнес. На всем, абсолютно на всем. И потому законы меняются, переменяются, видоизменяются, чтобы еще такого придумать, где мы еще не имели прибыли. Друзья, все имеет свою цену. Для нас подарки, которые нам дарят, нам ничего не стоят, но кто-то за них оплатил. Однажды, после собрания, мы заехали с нашей семьей пообедать в одну из ванкуверских забегаловок Sweet Tomatoes. Была большая очередь. И когда подошло время нам расплачиваться на кассе, кассирша сказала, за вас заплатили. Друзья, нам обед этот стоил ровно ничего. Но кто-то я приблизительно догадываюсь, кто оплатил наш обед. Мы понимаем, что все в этом мире имеет цену. И за все нужно платить. А заплатить, это значит чем-то пожертвовать. И если это сделано было из любви, оно имеет огромную цену в глазах Бога. Жертва сделана из любви по доброте. И сострадание, сожаление, что угодно, оно имеет огромную цену в глазах Бога, то, о чем говорил первый брат. Поэтому наша вера, она должна подвергнуться испытаниям. Наша вера, о которой мы заявляем, поем, рассказываем, она должна быть тестирована. А как она должна быть тестирована? Как она может умножаться? Как наша вера может расти? Скажите, когда народ израильский размножался? Больше всего. Когда? Когда их притеснял, сжал фараон. И написано, они умножались. И он не понимал. Он им усиливает нагрузки, он им усиливает давление, он причиняет им страдания, они размножаются. Друзья, точно так с верой. Вера, которая подвергнута испытаниям, она умножается, она растет, она тестирована. Это настоящее. Поэтому золото, мы говорим, его можно расплавить только в огне. Золото можно очистить только в огне. Поэтому вера, которая не подвергнута испытаниям, эта вера всегда будет на словах. Итак, я хочу сегодня озвучить двоякое понимание слова цена. Что я готов платить ради Христа? Я пошел за Ним. Я последовал за Ним. Я иду какое-то время за Ним. Что я готов платить ради Христа? Что сделал Левий? Мы прочитали с вами. Левий сделал следующее. И он, оставив все, встал и последовал за Ним. Как мало написано, но как много сделано. Левий ради Христа оставил все то, чем он занимался раньше. Оставил старый образ жизни. Оставил старых друзей. Оставил старое мышление. Оставил старое поведение. Левий ради Христа оставляет все, обставляет ту кошелку с деньгами и встает и идет за Христом. Это доверие. Друзья, это доверие, потому что когда Бог позвал Авраама, написано о нем, что не зная куда идет. Это полное абсолютное доверие. Что делают ученики? Вот на этой же странице, если у кого-то открыта Библия, пятая глава, посмотрите, одиннадцатый текст, пятая глава, Луки, одиннадцатый текст, и вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Неразумный поступок по-человечески. Неразумный поступок по-человечески. Мы бы на этой рыбе заработали. Правильно. Я не знаю, что там было. И на рыбе, и на икре, на всем бы заработали. Мы бы заработали две лодки. Неразумно, по-человечески безумно. Но ради Христа они оставляют все и уходят. Им не нужно это. Иисус говорит, я вас сделаю ловцами человеком, что намного важнее и ценнее и дороже. Человеческая душа Бога, а не его тело. душа, но которая живет в этом теле. Интересно, друзья, что нет никого и ничего дороже Христа в этой жизни. Иван Глеб Матфея 13 глава 44 текста. Еще подобно царству небесное сокровище, скрытому на поле, которое найдя человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царству небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел и купил. Друзья, здесь есть одно слово, которое повторяется дважды в этих стихах. Он расстался со всем, что он имел. Он продал, он выменял. Почему? Потому что он понимал то, что он нашел. Оно несравненно больше всего того, что он имел. И все то, что он имел, когда он на него посмотрел в сравнении, он увидел, это ничего. Zero. И потому он так спокойно и легко отдает. Другими словами, друзья, он платит цену. Он расстается, он платит определенную цену. Для чего? Для того, чтобы обладать чем-то большим, каким-то сокровищем, что предоставляет для него огромной ценностью. Он понимал это. И потому апостол Петр говорит в своем послании, в первом послании апостол Петр говорит во 2 главе 6-7 текст, ибо сказано в Писании, вот я полагаю все они, камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится, и так он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделал со головой угла камень притыкания и камень соблазна. Посмотрите на жизнь апостола Павла, текст, который очень известен, 3 глава послания филиппийцам, 7-8 текст, но что для меня было преимуществом, Павел говорит, то ради Христа, ради Христа я почел щитой, да и все почитаю щитой, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего, для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Друзья, о чем говорят эти тексты Писания? Что в сравнении с Иисусом все в этом мире ничего не стоит и ничего не значит. И для того, чтобы обладать Христом, для того, чтобы соединиться со Христом и познавать Его и жить для Него стоит все отдать, все то, что было ценно до Христа, все отдать, совсем расстаться ради, ради того, этой жемчужины, ради этой драгоценности. Поэтому Он для нас драгоценность. Друзья, есть вещи, которые несовместимы с Божьей святостью, с Его природой, с Его сущностью. Поэтому, когда происходит смена Хозяина, происходит смена ценностей нашей жизни. И я говорил, что у Левия поменялся Его образ жизни, у Левия поменялись Его обычаи, у Левия поменялось Его мышление, которое у Него было раньше, у Левия поменялись Его старые привычки, у Левия поменялись друзья, которых Он имел до Христа, у Него появились новые друзья, у Левия поменялись старые увлечения, у Левия поменялась музыка, возможно и одежда, и все другое, у Левия все поменялось. Друзья, это у Левия как у нас. О чем апостол Павел пишет послание Колоссянам, 3 глава, 8 текст, посмотрите, он говорит, а теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших не говорите, лжи друг друг другу, совлекшись ветхого старые, это прошлое, это до Христа, это то, что ценно было для нас, когда мы были без Христа, это то, чем люди так дорожат, то, что люди выставляют на пьедестал сегодня, то, что люди называют своим характером, это все то, что до Христа, и Павел говорит, если ты хочешь иметь дело с Божьей природой, с Божьей святостью, сбрасывай эту одежду старую, это не Божья одежда, это не соответствует его природе, потому что, если ты со Христом соединяешься и решаешь идти за Ним, Бог говорит тебе, что ты должен взять другое одеяние, и в весон чистой, белой и светлой праведности Христа одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей. Иисус говорит, я посылаю вас, как овец, среди волков, как далеко я готов идти сегодня за Христом. Чем я готов сегодня платить ради Христа? Посмотрите, у Моисея, у Моисея было все необходимое для того, чтобы он рос, развивался, становился известным, становился властным, возможно, перенял трон, не знаю, но Моисей обладал абсолютно всем, чем можно было, о чем мечтать в Египте. Что говорит Писание о Моисее? Писание говорит о том, что ради Христа он отказался называться сыном дочери фараона. Скажите, это цена? Это цена. Это огромная цена. На что, на что ты поменял, мои? По-человечески безумие, по-человечески неразумно, но он с верою смотрел, куда смотрел? на воздаяние, то, чего он еще не видел физическими глазами, но глазами веры. Он видел небо, он видел вечность, он видел наследство, он видел Христа распятого. Это глазами веры он смотрел и видел это и поменял, не задумываясь. Отказался. Он заплатил цену. Он отказался своим положением. Сидрах, Месах и Авдинага стоят около печи. У них огромное положение в царстве Вавилонском. Уважаемые люди, почитаемые люди, люди при власти. Но когда стал вопрос верности Богу и доказать эту верность, они меняют, жертвуют то, что дорого в глазах людей на верность Божью. и они идут в печь, они платят цену и Бог, благословляя их, оставляет их в живых. Бог видит решение сердца. На что ты готов и я сегодня пойти, как далеко и чем жертвовать ради Христа. Некоторые люди так и захотели быть положение иметь в этом мире, иметь уважение, иметь признание, иметь почет, сохранить какой-то пост начальника, чтобы никто и не знал, что ты христианин. Некоторые люди, они платили своей свободой, как наши отцы, наши дедушки. они ради Христа, они платили своей свободой. Они отдельно были от семьи десятилетиями. Они не видели, как выросли их дети. Они не принимали участие прямого в воспитании своих детей, создании и возрастании своей семьи, но верность Христу они сохранили. Тупость и, если кто хочет идти за мной, возьми свой крест. Они готовы были десятками лет находиться в лагерях, но сохранить верность Богу не все. Но у нас есть прекрасные примеры. Некоторые люди оттуда не вернулись. Они заплатили не только свободой, они заплатили ценой своей собственной жизни. Дети сегодня это слушают и думают, ну, мэн, ты сказки рассказываешь нам. А это не сказки дети. И то ли еще будет. Это реальность жизни. Это были наши отцы. Это были наши дедушки. Это так близко. Это так, как будто вчера. И это было. И они шли и платили. Друзья, мы говорим о ближайшей истории. Но эта история началась от Христа. История, которая продолжается на протяжении двух тысяч лет. Почему? Потому что это жизнь, жизнь в перспективе неба. И мы видим праведников Ветхого Завета. Жизнь, которая была полна разочарований, полна изгнаний, полна непониманий. Они были убиваемы. И читайте 11 главу, что с ними делали? Но они оставались верными Богу. можно было по-другому? Да. Испомнаю историю брата Павла Иванова Клышникова. Он закончил юридический университет на адвокат. И, казалось бы, вложив столько денег, потратив столько времени, всего 12 лет Бог дал свободы. И в 29 году, прошлого столетия, его одного из первых посадила власть советская. Ему очень часто предлагали склониться на сторону властей, чтобы сотрудничать с ними, чтобы отказаться от Бога. И что власти сделали? Они переодели одну женщину в одежду его жены и три дня на его глазах таскали эту женщину по земле и сказали, она мертва, это твоя жена, подпиши бумаги, откажись от Христа. Знаете, он сказал, что хорошо, приходите завтра, я подпишу все то, что вы хотите. И когда они пришли завтра, он сказал, я ничего не подпишу. они, естественно, знаете, взбешенные такие, в таком состоянии истерики. Что случилось? Он сказал, Дух Святой открыл мне, что моя жена и моя семья живы, и я слышал его голос. Естественно, никто не знает до сих пор, где его могила. Человек заплатил цену, и так и не вернувшись домой. Я себе думаю, оно тебе надо было. Выучился на адвоката, почему бы тебе не работать дальше, не иметь признания, по карьерной лестнице расти вверх, зарабатывать деньги, себе будь христианином, веруй себе в душе, никого не трогай. Зачем тебе это надо? Нет, настоящие люди Божьи, они понимают, на что они идут. Почему? Потому что мы приходим сейчас к самой центральной личности, и самой центральной личностью является Господь Иисус Христос. Потому что за спасение моей и твоей бессмертной души Он жертвует Соборь. Три дня назад в одном молодежном кемпе мне молодежь задала вопрос. Дядя Веня, написано, что вы куплены дорогой ценой. Кому платил Бог? Друзья, пусть это будет вам домашним заданием. Кому платил Бог? Если все стоит, если все надо, за все надо платить. И если сказано, что мы куплены, кому платил Бог? Но интересно, я знаю следующее, что любая жертва, как и любой подарок, он стоит кому-то. Если нам спасение досталось бесплатно, то Иисусу Христу это стоило его жизни, его крови. Посмотрите на Христа. Он пришел к своим, свое Отечество. И в его родном городе выводят его туда на обрыв скалы, хотят сбросить оттуда, там, где он вырос и был воспитан. Посмотрите, Писание говорит о том, что Иисус испытывает на себе предательство друзей. Это не только Иуда. Там написано другие, которые подходили от Христа и больше не ходили с Ним. Это тоже было предательство. Это неверность и непреданность и непосвященность. Иисус испытывает насмешки. Иисус испытывает плевки, побои, унижения, терновый венец и сопричисления к злодеям. И Иисус испытывает смерть, переносит все это. Ведь это все ради. Мы сегодня читали с вами много раз это слово ради. Иисус, тебе это надо было? Вот эту цену, которую ты платил, тебе надо было? Неужели тебе не довольствовало положение в небесных обителях, в царстве твоего отца? Чего тебе не хватало? Исайя говорит в 53 главе на подвиг души своей. Он будет. Смотрите, это перспектива. Он будет. Он понимал, что тот подвиг, который он совершает ради, оно даст прекрасный плод и результат там. И как раз церковь Иисуса это ученики, которые последовали за ним. Его дети это плод той цены, которую заплатил Христос на кресте. за желание вести благочестивый образ жизни братья и сестры надо платить цену. Поэтому Павел говорит, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте. Не тихонько молчите. Павел говорит, не участвуйте и обличайте два действия, которые мы должны делать. мы избираем сегодня путь толерантности, мы говорим, путь терпимости, путь молчаливого согласия. За открытое исповедание своей веры в Господа Иисуса Христа сегодня надо быть готовым платить цену. За открытое исповедание твоей веры в Господа Иисуса Христа не за принадлежность какой-то партии республиканцев или демократов платить цену, а за принадлежность Христу и его идеалам, его ценностям и сохраняя верность Писанию. Вот почему, друзья, я читаю снова и снова возвращаюсь к притчу «Сеятель» и «Вторая почва». Это каменистая почва и о них написано, что она была очень неглубока, поверхностная. Это поверхностное христианство, неглубокое, неукоренившееся во Христе, не как дерево с корнями, которая пустила их туда и держится, держится, мощно держится, укоренилась, утвердилась во Христе. Эти люди не хотели. Почему? Потому что написано, что как только началось гонение за слово, они тотчас соблазнились, они уверовали, да, они были среди верующих, да, а почва была неглубокая, вот и не отпали. Это то, что хочет дьявол, хочет дьявол всегда достичь, а выбор всегда остается. И Павел говорит, итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Что это значит? А это значит, верующие, друзья, легкого христианства не бывает. Легкого христианства не бывает, в принципе, не бывает. Желающие жить благочестиво, они будут гонимы в среде своих тоже сделали со Христом. Что сделал Иисус неправильно? Почему он так подвергся нападкам? Почему его хотели столько раз убить? За что? Что Иисус сказал неправильно? Что Иисус сделал неправильно? Почему его хотели убить? Потому что он обличал делающих беззаконие. Потому что он вскрывал сердце фарисеев. потому и он платил эту цену ради нас. Для мира этого мы мусор. И мир хочет от этого мусора побыстрее избавиться. Но Писание говорит, Иисус говорит, что вы не мусор, а вы соль земли. Вы свет в этом мире. Павел говорит, вы письмо, которое люди читают и должны узнавать. Это мы, это я, это вы. Если ты только начнешь так жить, начнешь так поступать, ты сразу должен будешь платить цену. Абсолютно сразу. Попробуй сегодня, попробуй сегодня в любом обществе, там, где ты работаешь, там, где ты учишься, там, где ты с людьми встречаешься, у тебя есть возможность поговорить с человеком в самолете и так далее. Попробуй открыто сегодня сказать о грехе. Попробуй сегодня осудить гомосексуализм, лесбиянство, трансгендеров, однополые браки. Попробуй сегодня сказать, что для Бога все жизни важны, не только блэк. Попробуй. А зачем нам проблемы, правда? Их так хватает. А зачем? Как-то тихонько, так спокойнее. Ну, не надо стрессов таких в жизни. Ну, можно же как-то по-другому в небо. Павел говорит, нет, нельзя. Почему? Потому что или ты христианин, или нет. Да, очень просто. Или ты христианин, или нет. Или ты идешь за Христом, или нет. Или ты служишь Богу, или нет. Или ты соленый, или нет. Или ты свет, или ты тьма. Поэтому человек должен быть готов в своей жизни, друзья, платить цену. Я вспоминал один раз об одной женщине в середине Америки, которая работала в государственных учреждениях, и в ее обязанности входило регистрировать однополые браки. Эту женщину звали Ким Дэвис. Она отказалась это делать, ей пригрозили судом и увольнением с работы. Она не жила в прошлом столетии. Эта женщина, которая живет сейчас вместе с нами в этой же стране, ходит на работу, как и мы. Послушайте, что она сказала. Я все взвесила, и я готова идти в тюрьму. Дело не в геях или в лесбиянках, дело в том, что нужно соблюдать закон Божий. Легко говорить о своей вере, а вы попробуете делать так, как ваша вера предписывает вам. «Я очень тверда в своей вере. Я не оставляю свою совесть и душу в автомобиле, прежде, чем начать работу. И не делаю вид, что я не такая, как есть. Мне не нужна слава. Я не хочу неким быть символом страданий за веру. Просто так вышло, что Господь выбрал меня быть в это время в этом месте. Я ничем не отличаюсь от других христиан. Сейчас пришло время для меня отстаивать веру. Придет оно и для других. Они предлагали суду, чтобы адвоката отпустить Ким Дэвис, если она перестанет нарушать человеческий закон и будет регистрировать однополые браки, судья согласился на такой компромисс, но Дэвис от него отказалась. Друзья, этот выбор каждому стоит из нас сегодня свидетельствовать о своей вере и принадлежности за кем ты идешь и чем ты готов платить ради Христа. Ты знаешь, чем заплатил Христос? Он говорит, вы призваны, чтобы вы шли по моим следам. Иисус говорит, гнали меня, гнали пророков бывших прежде вас. Будут. Не может быть. Будут делать то же самое с вами. Второе значение, друзья, если первое значение слова цена, что я готов или чем я готов платить ради Христа. Второе значение этого слова, я хотел бы немножко перевести его в другую плоскость. Цена это награда. Это то, чем хочет почтить тебя небесный Отец или того человека, который оценил, что сделал он через Иисуса Христа. Иван Иоанна в 12 главе известный текст 26 «Кто мне служит? Мне, другими словами, за мной пусть пойдет. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Вот это наследство, о котором говорит Петр, что оно хранится чистое, неувядаемое, славное на небесах для тех, кто оценил то, что сделал Иисус и ради Христа. В этой жизни готовы от всего отказаться, чтобы, так как Павел, все почитает за ссор, чтобы только иметь Иисуса Христа. Второе послание Тимофея в 4 главе апостол Павел пишет о том, что для него 8 текст «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судья, в день Онный и не только мне, но и всем возлюбившим явлением Друзья, это то, чем готов почтить Небесный Отец людей, которые верные оказались Ему на этой земле». Мы не знаем всей панорамы истории сейчас мира, что происходит в каждой взятой отдельной стране, в каждой взятой поместной церкви, с каждой взятой христианской семьей, с христианином или христианкой, которая, возможно, жертвует жизнью сегодня ради того, чтобы остаться верными Христу. И когда тот, который расстреливал людей или студентов в Розенбурге, в Орегоне, заходил в это помещение и спрашивал «Ты христианин?» И когда он в ответ слышал, что «Да, человек получал пулю в лоб». Друзья, это не было сто лет назад, это не было десять лет назад, это было несколько лет назад, это было в нашей стране, это было в соседнем с нами штате. Скажите, эти люди принимали решение тогда, когда на них смотрело дуло пистолета? Вот тогда они перед страхом смеяли, «О, да, я христианин, о, верующий, верую в Господа!» Скажите, эти люди тогда принимали решение? Нет. Эти люди приняли для себя решение намного раньше, и тогда, когда посмотрело дуло пистолета на них, они были спокойны. Почему выбор был сделан правильный давно, ранее этого? А это пришло испытание, тест, проверкам на правильность твоего выбора. И эту цену, которую они платили, она была высокая цена. Это стоило их земной жизни, но наследство, которое ожидает их на небесах, оно несравненно выше. Поэтому я всегда обращаюсь к этому тексту Писания. Мы должны его уже выучить наизусть. Послание римлянам. Апостол Павел пишет, послание римлянам, восьмая глава. Посмотрите, восемнадцатый текст. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят». Друзья, мы сегодня говорили об этом. Ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Мы готовы поменять, разменять, отдать, пожертвовать всем мирским, всем земным в этой жизни ради Христа. Ради верности Христу. А он верен. И он ожидает от нас этого. А это не автоматически, друзья. Награда придет не автоматически. Она не какой-то пакетч, там, бонус, all inclusive, все тебе на небесах. Нет. Это не всем, это верным, это послушным, это побеждающим до конца, это пожертвовавшим всем в этой земной жизни ради, ради Господа. А вот это итог, и это финал, это развязка. Поэтому, как мы говорим, что стоит потерпеть, стоит побороться, стоит ради этого жизни дать? стоит. Потому что все, что мы имеем в этой жизни, оно ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас после временных земных страданий. Беда, если мы только делали вид на этой земле, это очень страшно. А это очень страшно. Итак, что значит слова следуй за мной? Они означают просто и понятно и прямо, значит за мной. Не за кем-то другим. Не за другим пастырем, не за другим учителем, не за какой-то идеей, не за какой-то философией. И Иисус говорит, иди за Мною и ты не промахнешься. Я доведу тебя к цели, к вечности. Следующее. Слова следуй за Мной, они означают, что четко и внимательно слушай мои инструкции и команды. Это заповеди. Слушай внимательно, четко мои инструкции и команды. это заповеди. Следующее. Делай то, что я говорю тебе. Что это? Дети, что это? Это послушание. Отдай мне твои заботы. Отдай. И Евангелие нас призывает к этому. Все заботы ваши проблемы, болячки, неустройства, неудобства. Отдайте все мне. Почему? Я заботюсь о вас. Что это такое, друзья? Это доверие. Отдай Богу это. Это доверие. Не сходи с дистанции. Иди по этому пути до конца. Что это такое? Это посвященность. Это преданность. Это верность. До конца. Каждый день учись у меня. Это ученичество. Если кто хочет идти за мной и постоянно имея в виду конечный пункт назначения, что это такое? Это слава, о которой мы сегодня говорили. Которая откроется в нас. Но после верности в земной жизни. Могу ли я сегодня спросить вас нечто? Был ли у тебя день в твоей жизни, когда Господь Иисус звал тебя идти за Ним? Смог ли ты как Леви и вот в этом тексте, который мы прочитали, как Сау и как многие другие? Оставить абсолютно все прошлое. От всего отказаться ради Христа. Или сегодня эта двойственность присутствует в твоей жизни? Старые друзья, старые увлечения, старое мышление, старый образ жизни, старые привычки, но одновременно по совместительству членства в церкви. Друзья, так не бывает. И Бог это знает, и вы знаете. А где Иисус находится в твоей жизни? Впереди, сбоку, сзади? Или может быть Его вообще нет о том, чем я говорил? Я живу себе, и Он себе живет. У нас параллельные линии, параллельные жизни, они не пересекаются. Но я продолжаю называться христианином. Как часто я падаю, ведя за Господом? Или как апостол Петр начинает тонуть, когда приходят искушения, испытания в жизни? Что думает Бог о мне? Волнует ли этот вопрос меня сегодня? Не люди, что думают обо мне в конце концов. Бог, что думает о тебе? На весах Божьих, что ты весишь? Что думает Бог о тебе? Смотрит ли Он на твою жизнь с удовольствием или с печалью и с сожалением? А ведь Его оценка самая важная. Не людей. Оценка Божья, твоего пути за Ним самая важная. Что дорого для меня или для тебя сегодня? Если кто-то сидит здесь и будучи называясь верующим человеком не следует за Христом. Мой вопрос что реально тебя держит от Христа сегодня? Я недавно задал этот вопрос одному молодому человеку. Ему 37 лет. Я спросил его можешь ли ты мне сказать что тебя сегодня реально держит от Христа? Ведь ты же это знаешь. Что тебе сегодня дороже Христа что ты не можешь это оставить с этим расстаться и соединиться со Христом? Твоя жизнь ни Богу ни людям. Друзья Бог зовет сегодня встать оставить все ради Христа и пойти за Ним и это выбор самым благословенным счастливым концом. Я вспоминаю одну историю мы сейчас будем молиться в Средней Азии говорят был этот случай потом вроде бы немножко поменялось но на то время когда молодой человек будучи неверующим полюбил одну девушку христианку и очень хотел на ней жениться и очень домогался ее в один прекрасный день он получил от нее эти слова даже если всю землю ты сложишь к моим ногам даже если за слово не верю ты построишь мне звездный храм если звезды с луною заставишь мне днем светить и на льду для меня зимою будешь розы растить и тогда все равно я пойду за ним за Христом и Иисусом моим буду тихой рабой его буду смелой слугой его и послушно пойду вслед за ним по шипам и по склонам крутым пусть изранена буду в суровом бою пусть мне будет труднее чем людям в любом краю пусть я слезы порой не смогу сдержать со Христом буду путь свершать дорогая церковь для каждого из нас есть возможность проверить наш путь за Господу насколько верно без предательства мы идем за ним насколько мы послушны Христу насколько мы согласны взять крест свой насколько мы готовы жертвовать в этом мире всем ради Господа и насколько Христос является самой большой драгоценностью нашей жизни пусть Бог это сделает вашим в моем сердце а у нас время сейчас помолиться Богу поблагодарить Его попросить прощения и дальше поднявшись увидеть небо аминь